Что удивительно, мы все без исключения находимся у глубокой прелести. А как это проверить, скажете, да очень просто. Господь сказал, чтобы непрестанно молиться. А мы что, молимся непрестанно? Даже если кто-то скажет, что он молится, тот бедный даже не понимает значение своих слов, что у него только язык шевелится, а сердце и ум остаются без движения. Молитва, как писал святитель Игнатий Бринчанинов, должна быть со вниманием, благоговением и покаянием. Если эти составляющие сопутствуют молящемуся, то это можно считать молитвой. Однажды я спросил у профессора Оспова Алексея Ильича, правильно ли я понимаю, что непрестанно молящийся перестает грешить. Он мне возразил. Все дело в том, что чем ближе человек к Богу, тем более грешным по уши видит себя самого. Как яркий луч солнца, проникающий в комнату через окно, с такой силой осветляет ее, что мельчайшие пылинки с причудливой хаотичностью нам видны. Человек искренне кающийся, даже молящийся, как ему кажется постоянно, все случающееся с ним будет принимать со смирением, достойно по делам своим получающим. Единственное, что всем нам не хватает и к чему надо стремиться, это смирение. Это величайший дар. Ни с какими земными дарами, которые никогда нельзя сравнить. Что бы человек удивительного не сделал, прилечающий глаз и ухо людей, восторгающихся его достижениями, успехами, знаниями, оно всегда растворено тщеславием, как бы нам не хотелось отпираться от него. Сам Господь, творивший чудеса, воскресавший мертвых, просил никому не сказывать о них. Преподобный Иоанн Лествичник говорил, что только равно ангельный может выдержать похвалу без ущерба себе. Понятно, что мы ох как далеко не только от ангелов, но и от настоящих христиан. Гори, если скажем, чтобы сдвиглось место, не послушается, и смертоносно и выпьем, тоже расстанемся с жизнью. Но это высокое для нас делание. Надо бы научиться не осуждать, хотя это в наше время довольно трудная задача. Но более думается, надо научиться не обижаться на укоры, замечания, оскорбления, клевету, проклятие в наш адрес. Думаю, что это было бы первым шагом к началу видения своей гнилой души и к началу спасения нашего. Начинать это делать нужно было уже давно. Времени остается очень мало, которое, к сожалению, мы тратим все без исключения на развлекаловку, хобби, приносящее только в этой жизни либо успех, временную славу, либо удовольствие. Нам необходимо извлекать только пользу и только ее. К сожалению, мало кто из медийных представителей СМИ об этом говорит. Но слуху Беларуси, Навальной, Выбора, Хабаровск, теперь снявший себя сан Андрей Кананас, из ума вышедший бывший схегумен Сергий Романов и так далее, когда свой дом горит, люди тушат пожар или при затонувшем корабле изыскивают способы спасения своего. Мы же больные душой не тушим и не спасаемся, а заняты исследованием жизни чужих домов. Вот это и называется настоящая неоспоримая прелесть. Но скоро грянет гром.